друзья привет сегодня влог болталка на тему что делать если разболелась голова друзья я буду рассказывать что делаю я так как этот вот выходит на кулинарном канале то вы понимаете что не приходится ожидать высокопрофессиональных советов врача невролога или остеопата кинезиолога а просто обычные советы домохозяйки и так для начала если начинает болеть голова самое первое что я делаю пытаюсь проанализировать из-за чего если давно не ела поешь если долго сидишь как нам скрученный для компьютера пройдись разомнись если ты не спал элементарно тебя болит голова потому что ты не выспался организует так свой рабочий или выходной день чтобы ты высыпался или спал достаточно скажем так продолжим второй совет если вы дома можно попробовать выпить стакан воды полежать в темном прохладном месте выключив все гаджеты даже вай-фай отключить 15-20 минут также не помешает контрастный душ с последующим растиранием шеи и головы плечей и предплечий хорошим таким сухим жестеньким полотенцем то есть массаж или самомассаж если на работе возможности прилечь нет но есть пять минут перерыва все равно пока голова болит эффективность вашего труда снижается наоборот подтормаживать еще наделать ошибок на за рабочим столом можно расплавить так сказать свой позвоночный стол таким образом нам нужно дать отток крови и лимфы от головы для этого можно положить руки на стол и просто вот так голову как за портой положить и порежать вы поняли чего мы добиваемся чтобы возможно вы вот так сидите возможно у вас там зажата шея дальше ну какие-нибудь упражнения обычно голова болит от того что ты ну как-то на напряге думал старался волновался нервничать нервничал то есть получается застой например нам нужно расшевелить шею сделать какие-то упражнения если это вам не противопоказано конечно вы же представляете состояние своего здоровья примерно ну разве что это если какая-то не типичная сумасшедшая головная боль то тогда просто в скорую что мы тут тогда теряем время разговариваем а я говорю когда она немного болит но и что-то вас раздражает такая головная боль усталости если можно так ее назвать и так некоторые несложное упражнение типа пожать плечиками вверх голову втянуть вниз то есть вы разжимаете вот эти мышечные блоки мышечные узелочки которые у вас заражают еще очень часто бывает что мы же с вами культурные интеллигентные люди вас кто-нибудь достал вы хотели ему ответить но вы же не опускаетесь до уровня собаки что бывает как это собака новославила да к примеру и вы промолчали ничего не ответили но так сделали сжали зубы на крыльске его называется стипала зубы пересидели переждали у вас уже пошел зажим от зубов от челюсти конечно куда на шею поэтому можем сами себе куда достаем поразминать порастирать по прижимать умеренными движениями нажал отпустил нажал отпустил везде где вы достаете шею а также на волосистую часть головы элементарно потерли потерли пощипали одну-две минуты вы себе не сможете что нибудь такое сделать чтобы навредить потому что элементарно неудобно выкрученными руками что-то себе такое там супер сделать всю голову можно про потрогать полапать такие импульсы дать прижал отпустил пришел отпустил упражнение уши ослика помогает то есть вы взяться зовут замочку уша ухо и потянуть вниз медленно медленно и отпустить во первых это очень сильно отвлекает от того что у вас болит голова как минимум ушки затем глазки вот тут вы нащупаете под бровью вот пробуйте такая ямочка прям пальцы в нее упирается маленькая ямочка лежали отпустили имитируем точечный массаж полностью под бровной дугой лежали отпустили прижали отпустили височки легонечко поджали или спиралевидные такие движения упражнения везде где ваши пальцы находят ямочку вот щупайте прямо там вы задержитесь на секунду 1 2 отпустили 1 2 отпустили 1 2 отпустили 1 2 отпустили шею у вас будут в конце видео упражнения элементарные они под музыку такие быстрые мне нравится или же внизу в описании куда получится и упражнения при шуме в ушах и головокружениях их тоже можно брать и для профилактики делать чтобы не болела голова ну я повторяюсь что вы желательно бы устранить причину того что у вас болит голова еще такой метод для меня лично действенный просто на раз помогает за 10 минут проходит ну потому что у меня низкое давление если вы тоже гипотоник то вам подойдет значит мне ну и так как я не пью кофе потому что тахикардия и колотится сердце для таких людей которым нужно деликатно повысить давление но без кофе ну и кофе же очень ненадолго повышает правда ты не можешь бесконечно его пить особенности на работе и не знаешь от чего именно у тебя болит голова это простейший способ я вам запишу все мои рекомендации внизу потому что я говорю быстро эмоционально может кто-то так не воспринимает в моем темпе и почитайте спокойненько внизу это просто лизнуть соль соль она мне поднимает и нормализует давление маленькое количество я это делаю редко раз в несколько месяцев там заработалась не выспалась устала я понимаю что я хожу как сонная муха мне нужно как-то взбодриться на этом построены принципе супер продаж чипсов всяких вы поняли снеков колбасок салями всех вот этих закусок к пиву потому что они солененькие особенно школьники подростки они это обожают они растут и может быть не успели позавтракать так дальше вот они чуть плохо себя чувствуют бац на лизался чипсов или какой-то то есть смысл не то что они хотят картошки или этого порошка высушенного или сухарики ну что такое это высушенный хлеб прямо всем так сильно хочется высушенного хлеба людям хочется соли и я в детстве помню бабушка оставляла своей корове вот такой камень и соль как арбузик и корова пила воду и когда никогда подходила и вот таким большим языком своим лизал эту соль это такой секретик лизнуть соль ну а если вы не понимаете какое давление высокая низкая вы в дороге в поезде на работе то тогда для вас рекомендация тоже проверено на моих родственников это одновременно съесть что-нибудь солененькое и сладенькое в дорогу в самолет идеально подходит соленая карамель то есть всегда сопровождает нас дороге такие конфетки есть они не кофейные леденцы ну такое что-то мокко какое-то так и называется соленая карамель то есть там карамель немножко сахара и немножко добавлено соли то есть одновременно и конечно запить вот водой если вы долго сидели желательно походить движение это жизнь это взбодрит вас отвлечет вы прочувствуете где болит и что ну и если это все не память не помогает вот вы проделали в течение 10 минут то тогда я выбиваю половинку таблетки от головы половинку запиваю водой и жду пока пройдет у меня всегда проходит но может у меня не такой вес большой я такой средней комплекции себе человек и еще бывают случаи когда голова болит долго и не помогает все это не помогает и причину устранить вы не можете в общем она вас сильно мучает не дает вам спать плохо себя чувствуете не выспался еще от этого себя хуже будет чувствовать это выпить таблетку от головной боли которую вы обычно принимаете вместе с таблеткой которая снимает спазм но у нас это называется нож по или дротоверин но я не врач я не могу вам назначать или рекомендовать всего лишь говорю из своего опыта как возможно вы до утра не можете прям у вас нет возможности оказать себе помощь никого рядом и просто во вновь